хотелось бы просто обратить внимание вообще на партизанское движение что это как оно было в общих чертах но просто почему в общих потому что мы за один ролик про партизан не сможем даже там полпроцента осветить это потому что настолько и конечно мы имеем ввиду великую отечественную вторую мировую войну настолько масштабные явления разноплановые и сложные и более того хотя изученное хорошо но изучен до сих пор не до конца что важно поэтому вот сколько уже 100 лет скоро пройдет а все его изучают 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 открываются новые подробности каждый раз и некоторые моменты да мы можем точно утверждать что так было а про некоторые мы даже вопроса поставить не можем потому что мы не знаем какие вопросы ставить пока еще хотя повторюсь начиная с советских времен изучалась подробнейшим образом дума о ковпаке замечательные фильмы снимались просто прекрасные кстати кто не смотрел всем настоятельнейшим образом рекомендую фильм про сидора арсеньевича ковпака это прям и фигура замечательная сама по себе фильм тоже получился хороший для своего времени а в смысле сценарного мастерства так сейчас таких уже старев чё-то как-то и отсутствует просто не делаю сейчас таких сценариев я от себя бы присоветовал вот когда-то была у нас перестройка и наши творцы закричали что им большевики проклятые не давали творить в полную силу как мы помним слава богу да и говно порывы душили на корне и многие фильмы запрещали и клали на полку и вот когда они открыли эти секретные полки большевиков там за 70 лет накопился один хороший фильм все остальные оставили остальные три оставили меня в глубоком недоумении но хороший фильм назывался и называется проверка на дорогах да отличный фильм снят по книжке юрия германа я имя могу перепутать герману старшего книжка называется операция с новым годом вот тоже настоятельно рекомендую про партизан настоятельно рекомендую с прочтением это еще когда наши писатели с уважением глубоким относились к тому что пережили перевоевали предки очень хорошая книга и я бы рекомендовал сначала посмотреть кино проверка на дорогах а потом прочитать книжку не наоборот очень хорошие да поддерживаю потому что естественно в партизанских отрядах или около них оказывались далеко не только взрослые там были буквально все вот молодую гвардию пожалуйста почитайте только ни в коем случае не смотрите современный сериал такое омерзительное убожество боже мой такое бессилие и сразу видно что те кто играет пионеров как очень стараются они пионеров никогда не видели комсомольцев тоже они просто не знают как эти люди выглядели говорили и о чем это вообще все было про партизан вообще очень интересно что-то как-то последнее время про них не очень сильно пишут в кино снимаю только гадов каких-то с добрыми лицами что-нибудь про партизан бы сняли вот фильм топор недавно точнее сериал топор недавно показали ох забористо про белогвардейца который работает в сибири отшельником зверей стреляет охотник короче говоря ну как только услышал что немцы напали он взял топор обязательно почему собственно и топор пошел записываться в войска с топором с топором да красивый ух прям вообще топор ужас и начал свою службу в рядах ргк с того что зарубил военкома хороший сериал какой и так далее короче говоря отвлекая все эти все эти сериалы которые там разоблачают нквд гулаги и прочие у них ровно одна задача показать насколько отвратительно государственная власть в россии например россии государственной власти быть не должно поэтому когда вы жретесь лопату и всякие там диверсантов этих ликвидации и прочие то вот как раз она насколько отвратительно государственной власти не должно государство российского быть не должно вообще ничего быть не должно ни одно пугай что государство российское в лице официальных органов сама спонсирует культурную продукцию которая пропагандирует, вы не подумайте, это не антисоветчина, Советского Союза давным-давно нет, это всё однозначно транслируется только в одно место – на современную российскую власть, потому что это же наследники. Так точно. То есть такая же сволочь. Зачем они это делают, я не понимаю, для меня загадка просто.